Мне кажется, меня скоро с работы погонят. Паша, ты уже достал со своими чайниками, когда ты их выкинешь? Привет! Сегодня я рассказываю про то, как выбрать электрочайник. И я надеюсь, вам мои советы пригодятся. Чтобы дать совет о том, как выбрать электрочайник, нужно определиться с тем, что вы от электрочайника хотите. Чтобы он был красивый и гармонировал с вашим кухонным гарнитуром, тогда выбирайте ровно тот, который нравится. Гарантийный срок они отрабатывают все. Но если вам нужен долговечный, надежный чайник, то вам мои советы пригодятся. Первое. Выбирайте чайник с корпусом из нержавеющей стали. Никакого пластика, керамики или стекла. Только нержавеющая сталь. Второе. Отсутствие водомерного стекла – это большое преимущество чайника. Выбирайте тот чайник, у которого корпус представляет собой цельную нержавеющую колбу, у которого нет никаких стеклышек, шкал и всего остального. Третье. Выбирайте чайник, у которого крышка покрыта нержавеющей стали. И желательно, чтобы крышка закрывалась под собственным весом. Четвертое. Загляните на донышко чайника и посмотрите, кто же производитель вот этого разъема. Если там написано «Стрикс» или «Оттер», это хороший чайник, его стоит брать. Если там написано «Джи Тай», «Кэс Дэ», «Ксинь», «Ксунь» или еще что-то, то лучше такой чайник не брать. Пятое. Посмотрите на свое отражение в дне чайника. Если донышко ровное и ваше отражение, как в зеркале, прямое, это хороший чайник. Если же вы отражаетесь в донышке, как в мятом ведре, то стоит выбрать другую модель. Шестое. Если вы выбираете модель с расположением автоматики снизу, то внутри будет паропроводящая трубка. Посмотрите внимательно, чтобы паропроводящая трубка была приварена к дну, а не заходила в него через уплотнительную прокладку. Это все советы. И я надеюсь, они вам помогут. А теперь я расскажу, почему именно так и чем обусловлена каждая из рекомендаций. Так, чайник из нержавеющей стали. Чайники изготавливают, корпуса чайников изготавливают из нержавеющей стали, из пластика, из стекла или из керамики. В принципе, эти два материала с точки зрения эксплуатации идентичны. Почему нержавеющая сталь? Дело в том, что коэффициент теплового расширения пластика и коэффициент теплового расширения стекла отличаются от коэффициента теплового расширения нержавеющей стали, из которой изготовлено дно. Поэтому производитель вынужден между дном и стенками делать вот такую вот уплотнительную резиночку из силикона. И со временем эта резиночка будет терять эластичность, и чайник будет течь. При этом коэффициент теплового расширения пластика больше, чем у нержавеющей стали, поэтому с нагревом вот этот вот зазор между дном и стенкой будет увеличиваться. Поэтому пластиковые чайники склонны течь в горячем состоянии. У стекла же наоборот. У стекла коэффициент теплового расширения меньше, чем у стали. Поэтому здесь тоже есть прокладка, или вот, например, как у этого чайника толстый слой герметика. И с ростом температуры зазор между стенками и дном будет уменьшаться. А так как стекло плохо переносит нагрузки на растяжение, то стеклянные чайники склонны лопаться именно в горячем состоянии. И очень неприятно, когда стеклянный чайник полной кипятка у вас внезапно в руках делает хрум и ошпаривает вам ноги. Второй недостаток пластика – это то, что под воздействием высокой температуры и пара пластик со временем разрушается. И пластиковые чайники чаще всего начинают течь вот по водомерному стеклу. Пластик разрушается, трескается, через него начинает сочиться вода. В общем, беда. Более того, больше всего подвержена разрушению именно крышка. Если вы посмотрите у престарелого чайника на крышку, то вы увидите трещины, а некоторые модели будут просто крошиться, как песочное печенье. Это не опасно, но неприятно. Что касается вредных веществ. Ни один чайник не выделяет вредные вещества в воду, иначе бы его никто не допустил на рынок. Для изготовления чайников применяют боросиликатное стекло, из которого изготавливают химическую посуду, или используют полипропилен. Это пищевой пластик, из него изготавливают трубы, контейнеры для еды. Такое детское питание в нем храни. Это абсолютно безопасный полимер, и никаких фталатов, ничего другого он не выделяет. Противный запах пластика, который можно встретить у новых чайников, он связан лишь с загрязнениями исходного сырья, и в принципе обычно через несколько кипячений запах уходит и не беспокоит. Преимуществ у пластика, наверное, два. Первое, это его ударопрочность, то есть если вы такой чайник уроните, то, скорее всего, он переживет падение. И второе, пластиковые чайники, в принципе, могут быть любой формы и достаточно красивые, в то время как чайник из нержавеющей стали представляет собой чаще всего просто цилиндр в силу технологических особенностей изготовления. Второе, почему водомерная шкала – это плохо? У чайников из нержавеющей стали между дном и стенкой нет никакой прокладки. Дно соединяется со стенками при помощи сварки, при помощи заварцовки. Есть модели, у которых стенки и дно – это вообще единая деталь, как у кастрюльки. Такие чайники ломаются как угодно, но не текут. Как испортить чайник из нержавеющей стали? А сделать в нем водомерное стеклышко. В результате мы не получаем никаких преимуществ, ну, кроме того, что видно, сколько там воды налито, но получаем прокладку между стеклом и стенками. И чайники из нержавеющей стали, у которых есть водомерное стекло, начинают протекать как раз на границе между стеклом и корпусом. Кто-то может возразить, ну, это же неудобно, не видно. Знаете, у меня чайник без водомерного стекла. Навык определения, сколько в нем воды, просто подняв за ручку, вырабатывается буквально на второй день. Третье. Почему крышка должна быть покрыта нержавеющей стали? Дело в том, что крышка – это самая нагруженная деталь чайника, потому что она контактирует с паром, причем контактирует с паром постоянно. От контакта с горячим паром пластик разрушается, стареет, трескается. И если крышка не защищена сломом нержавеющей стали, то разрушение происходит очень быстро. Почему крышка должна закрываться под собственным весом? Безусловно, крышки, которые подпружинены и открываются нажатием на кнопку, они удобны. Можно наполнять чайник одной рукой. Но как только у вас ломается защелка, она ломается, поскольку, как я уже сказал, тут горячий пар, то начинается увлекательная игра. Найдите, чем же прикрыть крышку, потому что с открытой крышкой чайник не выключается. Четвертое. Стрикс и Оттер. Дело в том, что капитализм и патенты привели к тому, что мировой рынок, большая часть мирового рынка автоматики для чайников, а автоматика представляет собой биметаллические пластинки, которые отключают чайник при закипании, разъем, ответная часть на подставке. Изготавливают две уважаемые британские компании. Это компания Оттер Контроль и компания Стрикс. Если же производитель хочет сделать электрочайник и хочет сэкономить, не покупая лицензию и не покупая изделия у компании Стрикс и у компании Оттер, он начинает изобретать что-то свое. И появляются всяческие G-Tai, KSD, Sunlight, здесь вот написано Zuan Bao. Понятное дело, что попытка сэкономить ни к чему хорошему не приводит. И вот эти разъемы будут по качеству хуже, чем стиле уважаемых британских фирм. Пятое. Отражение в дне. Вот у меня здесь два электрочайника, которые отличаются по цене, по-моему, раза в три, а вот по массе они различаются вдвое. Разница между дешевым чайником и дорогим чайником в толщине металла. Если дорогой чайник сделан из нержавеющей стали толщиной где-то 0,5 мм, то вот этот дешевый чайник, который покупают на сдачу в супермаркете, он изготовлен из фольги. На чем сказывается толщина металла? Если мы сравним два вот этих чайника, мы увидим, что толщина алюминиевого слоя, которая распределяет тепло по дну от нагревательного элемента, у дешевого чайника гораздо тоньше, чем у чайника дорогого. А это приводит к тому, что вот этот вот чайник с тонким металлом испытывает больше термические напряжения в момент кипячения. И, соответственно, у него больше шансов того, что появится или трещина, или он даст где-нибудь течь. И, соответственно, шанс того, что он прослужит дольше, он выше. Хорошим признаком толстого металла является именно отражение в дне. Понятное дело, что на ощупь достаточно сложно определить толщину металла в силу вот этой вот формы. Она как вот кастрюлька, как арка, достаточно твердая и упругая. Но если посмотреть на отражение, то видно, у толстого металла поверхность ровная, и вы себя увидите как в зеркале. А вот у чайника, сделанных из фольги, вы будете видеть себя как в мятом ржавом ведре. Паропроводящая трубка. Если вы выбрали чайник с конфигурацией автоматики у дна, то для того, чтобы чайник срабатывал, необходимо добавить паропроводящую трубку. У чайников, у которых автоматика размещена в ручке, выключатель, у них этой трубки нет. Так вот, некоторые особо хитрые производители, вместо того, чтобы использовать трубку из нержавеющей стали и приваривать ее к дну, экономят и делают паропроводящую трубку чуть ли не из алюминия. Вот у этой модели, прямо действительно сделано из алюминия, и коррозия прожрала алюминиевую трубку, и чайник начал течь не по уплотнению, а по дырке в самой трубке. Так вот, особо хитрые производители, чтобы сэкономить и упростить себе задачу по изготовлению, просто вставляют паропроводящую трубку в дно через силиконовую прокладочку. Понятное дело, что недостатком этого решения является то, что рано или поздно в этом месте потечет. Особенно хочется отдельно слово сказать про вот это дерьмо. Это чайник для совершения самоубийств. Те, кто служили в армии или оказывался вдали от цивилизации, знают о таком простом кипятильнике, как два лезвия или вообще два любых металлических предмета, которым подведены провода, и это дело все включено в силиконовую. За счет того, что электрический ток протекает через воду, вода нагревается, происходит частичный электролиз, в общем, вода кипит. Но в воде оказываются продукты электролиза того, что в воде находилось. А это если электроды сделаны из нержавеющей стали, это будет и соли хрома, соли никеля, соли железа. В общем, вода после такого чайника, мало того, что не предназначена для питья и представляет собой технического качества, у него непредсказуемая мощность. В конце концов, если вы забудетесь, а тут написано, использовать пластиковую ложку и дышу в комплект. Если вы во время работы попытаетесь методической ложкой размешать воду, и вам повезет, и где-то вот здесь произойдет пробой или отвалится провод, вас хорошо долбанет, а может быть даже убьет электрическим током. Я знаю, что инструкцию никто не читает, но хочется сказать про две важные вещи про эксплуатацию чайников. Первое. Чайник требует регулярной очистки от накипи. Особенно владельцы стеклянных чайников. Вы видите грязь не только снаружи, но и внутри. Если на нагревательном элементе растет слой накипи, он работает как теплоизолятор. И это может привести к тому, что нагревательный элемент из-за теплых напряжений выйдет из строя. Поэтому регулярно берем лимонную кислоту, антинакипин, любое средство для удаления накипи, заливаем в чайник и кипятим. Если у вас дома маленькие дети, то обязательно, если вы залили в чайник лимонную кислоту, возьмите скотч или малярную ленту и приклейте крышку с пакетиком этой самой лимонной кислоты, чтобы показать, что внутри жидкость, которую пить не надо. Второй важный момент, про который хочется сказать. Это контактная группа в дне электрочайника. Контакты здесь небольшие и очень нагруженные. И если на них образуется оксидная пленка, она вызывает рост переходного сопротивления. От этого нагрев, от нагрева еще больше растет окисная пленка, еще сильнее нагрев. И это может привести к тому, что контактная группа просто расплавится. Поэтому, чтобы не провоцировать окисление вот этой контактной группы, не ставьте чайник в раковину, когда вы его наполняете водой. Вода стекает, затекает по дну, это дело все стоит мокрым, потом вы это ставите на подставку, происходит электролиз, и в результате вот контактная группа здесь вот такая с благородной зеленой патиной, что недопустимо. Поэтому чайник послужит дольше, если вы его не будете ставить в лужу и вообще оставлять его в лужу, хотя здесь про это уже сказано на нескольких языках. Не погружайте в воду. Хочется, конечно, рассказать про чайники побольше, разбить некоторые чайники, разрезать некоторые чайники, посмотреть на их конструкцию, объяснить, как это устроено, как это работает, какие преимущества, недостатки. Но объять необъятно не получится. Поэтому тема чайников, наверное, на этом закончится. Возможно, кто-то задался вопрос, да скажи уже, наконец, какую модель электрочайника брать. Вот у меня на сайте есть страничка, называется «Серков рекомендует». Вот на ней я размещаю то, что я могу порекомендовать от души. Это не реклама, за это мне никто не платит денег. Просто когда проводишь поиски, лопатишь кучу моделей и находишь несколько моделей, которые тебе нравятся конструктивно, они почти совершенны, то хочется этой информацией поделиться. К сожалению, некоторые модели снимают с производства, но иногда появляются новые модели. В комментариях можно задавать вопросы. Если вопросов будет достаточно много, может быть, я сделаю отдельное видео. Но я не люблю формат видео, поэтому, скорее всего, будет пост у меня на сайте. У меня на сайте можно подписаться при помощи своего e-mail. Тогда все посты на моем сайте будут вам приходить на почту. На этом все. С вами был инженер Павел Серков. До новых встреч!